Решение Вашингтона ввести торговые пошлины на стали алюминий против стран ЕС, Канады и Мексики вызвало предсказуемую реакцию. Канада немедленно ввела тарифы на американские товары, чтобы компенсировать ущерб. В администрации страны подчеркнули, Америка себя повела отнюдь не как традиционный экономический партнер. Бурная реакция последовала и от лидеров стран Европы. Какая именно реакция, расскажет Михаил Антонов. Не сказать, что для Европы торговая война началась внезапно. Все-таки пошлины на металлы США грозились поднять еще с 1 мая. Но Трамп решил подождать, не предложат ли ему какую-нибудь хорошую сделку. Европа из кожи вон лезла, чтобы что-то предложить, но все это для Трампа оказалось недостаточно хорошо. Теперь Америка заставит своих союзников платить высокую цену. И как союзники не готовились, а все равно в шоке. Это плохой день для всемирной торговли. На их действия мы можем дать абсолютно симметричный ответ. Это совершенно неприемлемо, когда в таких вопросах страна идет на односторонние меры. Такое решение будет опасным для свободной торговли как в США и в Европе, так и во всем мире. На новостях из Вашингтона котировки европейских металлургических компаний пошли вниз. Мгновенно был скорректированный прогноз роста немецкой экономики с 2,7 до 2,2%. У европейцев, конечно, есть вариант ответа. Поднять пошлины на ввоз апельсинового сока, арахисового масла, виски, джинсов и мотоциклов. Но Трампа это не пугает. Как ни парадоксально, на первый взгляд. Это приводит в ужас Ангелу Мерке. Мы способны дать умный, решительный и скоординированный ответ. Но я не хотела бы опережать события. Германия, которая ежегодно продает в США миллион тонн стали, и так теряет на повышении пошлин больше всех в Европе. Но если сталью и алюминием дело не ограничится, тогда совсем беда. Меркель не без оснований подозревает Трампа в намерении повышать ставки. В ответ на джинсы и мотоциклы он может поднять пошлины на европейские автомобили. При том, что только немецких в прошлом году было продано в США миллион триста тысяч штук. Пошлины на машины могут стоить экономике ФРГ уже полутора процентов роста. Именно из страха раскрутить спираль торговых ограничений в немецком правительстве всего лишь не исключают ответных мер. Мы будем действовать решительно и скоординированно, и наши действия не исключают возможных ответных мер. Германия, кажется, готова спустить все на тормозах, но Франции нет. Макрон рвется в бой, как полагают немцы, потому что французские автомобили не так популярны в США. Это решение не только незаконно, но и во многом ошибочно. Экономический национализм приводит к войне. Я намерен обсудить этот вопрос по телефону с Дональдом Трампом. Шпигель пишет, что на недавней встрече министра экономики Германии и Франции Альтмайер и Элемер общались на повышенных тонах. Отвечать Трампу надо вместе, а согласия нет ни по форме, ни по срокам. Как пишет Дицайт, первое июня стало черным днем для трансатлантических отношений. Оно еще может стать неприятной датой и для отношений внутри Евросоюза. Единственное, что не вызывает сомнений, это коллективные жалобы европейцев в ВТО. Однако твиттер Трампа уже сообщил миру, что торговая война это хорошо и вообще речь идет о национальной безопасности США. А с такими вещами Всемирная торговая организация еще никогда не имела дела. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путро. Вести, Берлин, Германия.